Итак, мы смотрим на парализационный контур, и у нас, например, через него проходят какие-то трубы, да, коммуникация, вентиляция, канализационные стояки, которые фановые, там, неважно, что угодно, проходит через. Это место можно загерметизировать, например, мультибандом, взяв много кусочков и нанося эти кусочки вот так вот по кругу, сделать такую ромашечку, да. Это один из способов, но он неудобный, как бы, и очень долгий. Использовать ленту InsideBand здесь вообще нельзя, потому что InsideBand не тянется никак вообще, и поэтому сделать герметично не получится. InsideBand – это лента только для склейки нахлёстов, пароизоляции между собой. Конечно, ей можно еще к очень гладкой древесине пленку приклеить, но это базовое ее назначение – это склейка нахлёстов. Итак, что мы будем делать в этом месте? Вот у меня в руках лента называется FlexBand. Это уже… Она двойная ширина, есть такая, да? Да, есть ширина 15 см, и есть ширина 8 см. Соответственно, FG80 и FG150. Так вот, она имеет два защитных лайнера, это в работе очень удобно. И мы делаем следующим образом. Я примерно прикидываю, сколько мне нужно этой ленты, чтобы обойти вокруг. Делаю запас на нахлёст. Сколько сантиметров? Сейчас увидишь. То есть, мне нужно два вот таких куска, именно два кусочка. И я обрезаю. Делать это лучше в натяжечку. Ножницами пользоваться я не рекомендую, потому что они будут мгновенно испорчены. Склеиваются просто. Итак, вот у меня одна лента. Я снимаю с неё защитный лайнер. Один. Сламываю её пополам. И нахожу середину. Середину. Эту середину я где-то начинаю придавливать к самой трубе. Вот я её наношу на трубу от середины. И завожу на бока трубы. Я пока это даже сильно не продавливаю, не прокатываю роликом. Достаточно в начале и без этого. Я снимаю защитный лайнер номер два. И вот здесь очень важно. Здесь нужно от центра начать её по воздуху чуть-чуть подтягивать. Она очень эластичная. И она, грубо говоря, ну вот кто с ней поработает, поймёт. Она как пластилин условно. Она очень хорошо тянется. И я начинаю её наносить на пароизоляцию от центра в стороны. Но именно растянутую. Если я сразу придавлю, то она растягивается уже не будет, потому что не растягивается основание. И таким образом я её проклеиваю вот так по кругу. Это один нахлёст. Сейчас я его прокатаю по контуру. Главный принцип, что мы делаем это из двух частей. На самом деле это можно сделать и из одной части, если вы приноровились работать. Я показываю самый такой простой, удобный, рекомендованный способ. Как видите, я даже переборщил. Я сделал слишком большие нахлёсты. Этого столько не нужно. Можно было бы на 5 сантиметров меньше сделать. Кто надёжный, больше ленты уходит. Ну, можно и так сказать. Выгодная схема. И то же самое по воздуху. Эта лента подходит и для гидроизоляции, и для пароизоляции. С гидроизоляцией будет тот же самый эффект. Делать точно так же. Либо не делайте трубы. Либо они в гильзе могут проходить в одном месте все. Мы сейчас говорим про тот случай, когда она отдельно стоящая труба. Так вот, какие есть опасности работы с этим материалом. Он тянется, да. Но, как и любой материал, который растянулся, он немного хочет, этот материал немного хочет съёжиться назад. Так вот, чтобы этого не происходило, и чтобы он не начал, грубо говоря, отклеиваться от механической нагрузки, обязательно самый кончик нужно хорошенько продавить пальцем. Тогда вы для себя эту опасность полностью исключаете. Именно кончик. Вот в центре вот здесь вот как бы это делать так скрупулёзно не обязательно. А по краю, где натяжение максимальное, там это обязательно нужно сделать. Таким образом мы загерметизировали вот эту проходку со всех сторон. Полностью воздухопара и непроницаемое соединение. Вопрос. Холодное время года. Все аксессуары по европейскому стандарту нужно использовать от плюс пяти градусов. Но если вы работаете в минусовую температуру, вы должны как минимум этот материал перед употреблением хранить в тепле, чтобы он сам по себе в массе был тёплый. Прийти и нанести. Вы будете наносить на холодное. Вы можете наносить это дело не очень быстро, поэтому вы можете спокойно использовать фен электрический для того, чтобы в момент нанесения придать нужную форму и чтобы клей мог сработать. Вероятно, что в низких температурах без этого вы не обойдётесь. Но практика применения в России такая, что материалы и мультибанд, и флекс-ленты, с условием разные наши клеющие ленты, используют даже в очень низких температурах, потому что у нас страна такая, где и минус 30, и минус 40 не новость ни для кого. А работать нужно. Более важный, я хотел сказать, что более важный критерий для склейки – это именно влажность. Потому что если вы будете даже в тёплую погоду, в плюсовой температуре работать на мокрую основу, у вас ничего не приклеится. Это маркетинг. Если вы услышите, что мы можем клеить даже на мокрое. На что мокрое? Если мы говорим про пароизоляцию, с которой может легко смахнуться эта вода, то это один случай. Но плёнки бывают разные. Они бывают со спонбондом, например, который может, грубо говоря, немножко пропитаться влагой. И там будет степень энергетики сильно меньше. Поэтому мы рекомендуем, как можно тщательнее следить за влажностью места, в котором ты приклеешься. Единственный состав, который очень хорошо работает даже по влажным поверхностям, хоть вообще по мокрым, это Ликвикс. Потому что он сам на водной основе. Его можно наносить хоть на мокрую стену. Он будет сохнуть, естественно, долго вместе со стеной. Но когда вместе со стеной он высохнет, он точно так же будет прочно держаться. Потому что он тоже на водной основе. Итак, это первый вариант. И второй вариант хочу вам показать вот такой. Кусочек пароизоляции давит GP. А это теперь лайфхак. Я его сворачиваю вот таким образом. Сверху покажи. То есть я должен вот так вот примерно его отрезать. Кусочек. Лайфхак от компании Дёркер. Ну, это известный способ на самом деле. Получается вот такое вот отверстие у меня. Я его сейчас буду натягивать сверху на трубу. У меня здесь всё осложнено тем, что у меня фланец вверх. Но по факту у вас в жизни вполне себе может фланец быть. Ну, его не быть может. Может так случиться, что у вас его не будет. Тогда вам натянуть будет легче. Это сейчас очень важно. Почему я об этом говорю? Потому что у нас пароизоляция за счёт растяжения она должна зайти на вертикальную часть. Хотя бы на какой-то сантиметрик-полтора. Итак, я одел такой фланец. Если у вас несколько труб таких, вы можете просто... Снимаешь, да? Вы можете просто сделать сразу несколько таких как бы заготовок и потом их просто использовать во всех местах. Итак, обратите внимание, плёнка в этом месте немножко подтягивается, потому что разрез был меньше, чем диаметр трубы. Я её вот так вот сюда натягиваю. И затем я буду это дело просто склеивать сосновой. Но к самой трубе... Нам поможет мультибанд. Да, мульти... много банд. Мы его наносим так, чтобы он зашёл на пароизоляцию. И к трубе. И к трубе. То есть на пароизоляцию он заходит на сантиметр, на трубу на 5. Вроде как это плохо, но в данном случае, так как фланец хорошо и сам по себе обжимается, ну так достаточно хорошо, это допустимая история. Я беру кусочек ленты. Сразу скажу, что за раз это, наверное, одной лентой это очень сложно сделать, поэтому делать лучше кусочками. А вот склейка пароизоляции между собой, если мы говорим не про реконструкцию, а просто... Вы же вот такие вот детали можете делать при любой штатной истории, когда вы делаете просто новую кровлю, новый пароизоляционный слой. Так вот, там уже на самом деле удобнее и быстрее пользоваться именно инсайт-банда, потому что вы приложили нужное количество, отмотали, просто руками оторвали. Дальше чуть-чуть сложнее, чем в мультибанде. В наших стандартах запрещено использовать эту ленту. Да? Каких? Наши религиозные восприятия жизни не позволяют нам использовать такую розыску. Табу? Табу, да. Зеленый цвет вообще раздражает людей. Всем нравится более красный. Поэтому, чтобы не нервировать психику наших заказчиков, мы используем красный. Ну, зеленый цвет, он успокаивает психику как раз. Ну, а у наших заказчиков не надо. А красный и красный возбуждает. Конечно, наоборот, все. То есть, вы хотите, чтобы заказчики ваши были возбуждены? Нет, мы хотим, чтобы наши заказчики были довольны, поэтому используем будем. На тебя брать этот самый, на объект, на реконструкцию. Вот, как, вот, видишь, сколько по времени ты его отрепляешь. Не выгоднее тебе. Здесь я согласуюсь, абсолютно, да. Монтажники будут злыми. Ну, понятно, короче, нужно все проклеить. Таким же образом мы сделаем здесь, 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 здесь и по кругу. Мы загерметизировали полностью эту проходку двумя способами. Теперь пару слов про гофрокабели. Как мы их можем делать? Если мы имеем именно гофру, а не просто кабель, лучше использовать флекс-ленты. Если это был бы просто кабель, достаточно бы вполне, было бы и обычного мультибанка. Принцип такой. Я нарезаю два кусочка таких вот небольших ленты. И работаю по следующему принципу. Например, у меня где-то здесь торчит. Я должен буду склеить клей на клей. Грубо говоря, она будет вот так вот у меня стоять в будущем. Я снимаю сразу. Грубо говоря, ты сам так недавно клеил, да? Ну, мы-то и эту схему знаем. И что, теперь это просто так снимаешь? Я снимаю один, наношу его на середину. Здесь где-то идет провод. В центре я продавливаю, чтобы зашло во все вот эти вот отверстия. И чуть-чуть по воздуху можно подтянуть сразу. Держи. Здесь самое главное, чтобы было хорошо продавлено вот это место. Вот здесь вот. Вот здесь мы вот так вот прямо сбоку надавили. Клей полностью заполнил все выемки, которые там есть. И получилась полностью герметичная история. Вот такой вот отличный вариант. Если у вас в одном месте идут 15 гофр вот так вот, труба такая, труба сякая, вентиляция, канализация, что-нибудь там еще-еще, то Ликвикс максимально удобная, универсальная штука, которая может любую форму принять. И вы не сможете сделать герметично, вот используя филоксель. Потому что вы иногда даже просто не подлезете. У вас нету доступа к этому месту. А нанося Ликвикс, вы это можете сделать гарантированно. Вот, в принципе, и все. Завершили мы сегодняшний наш краткий обзор способов реконструкции двумя разными способами. Большое спасибо хочу сказать Павлу Рыбакову за то, что он поднимает эти вопросы и освещает это в интернете, в социальных сетях. Нужно и важно, для всех нас это полезно, чтобы информация правильная, проверенная доходила до всех заинтересованных лиц. Спасибо ему большое за это. Самое главное из сегодняшнего видео. Большое спасибо мне за то, что я освещаю эту тему. Все, всем пока.